Всем привет! Сегодня очередная рубрика «Что же я нашел на Авито?» И нет, эта малышка прибилась к нам сама. А найден был вот этот советский стол. И если честно, то найден на Авито он был не мной, а одним знакомым, который попросил его обновить и немного переделать. Мне показалось, что столик достаточно редкий. Да, и такую модель стола я вижу впервые. Однако, зайдя в приложение Авито и написав в поиске «Советский столик», я нашел пару подобных столов. Причем их цена идеальна для того, чтобы попробовать себя в переделке или реставрации мебели. При разборе данной модели особых проблем вроде как не возникло. Подстолье собрано на четырех винтах и шкантах, а для каркаса столешницы уже пришлось применить киянку и ножовку. Итак, для чего я вообще разбирал стол? Ну, во-первых, такие квадратные ножки, как мне кажется, сильно грубоваты. Их я сделаю чуть стройнее. И второе, у стола будет два положения. Первое – повседневное, где высота будет приблизительно 55 см. Собственно, как она и есть. И второе, скажем так, застольное, в котором столешница будет подниматься вверх еще на 20 см. Это и было основной задачей от заказчика. Не знаю, был ли он таким изначально или его покрутило за всю его долгую жизнь, но раз уж есть такая возможность, то все прямоугольные детали я выровнял на фуганке и рейсмусе. Раньше я снимал лаки различной химии, а в этот раз я решил одолжить у отца строительный фен. И если с феном так снимается лак всегда, то я знаю, что мне заказать у Деда Мороза. После фугования размер, естественно, стал меньше. Так что после установки направляющих на клей и гвозди пришлось отрезать лишние 5-6 мм у ДСП, а также подровнять все копировальной фрезой. Ну а пазовой фрезой на 8 мм я поправил декоративный паз по периметру столешницы. Далее одним из самых муторных и неприятных мне этапов было приклеивание шпона. Сильно затрагивать эту тему не буду, потому как, если честно, особо не хочется. Просто скажу, что клеил частично как на 88-й клей, так и на ПВА на горячую. И было бы вообще здорово, если бы в дальнейшем больше со шпоном не работал. КОНЕЦ Для элементов подъема стола пришлось порисовать в векторе и немного побегать вокруг с угольником, видимо, для вида. Сначала вырезал первый прототип из ДСП, понял, где недочеты, исправил макет и уже окончательно вырезал опоры из кленовой доски. КОНЕЦ КОНЕЦ Для удобства подъема и опускания опор нужно соединить их между собой попарно с помощью круглой палочки. Как такую сделать, можете посмотреть по всплывашке в правом верхнем углу. А также гайки стоит заменить на барашки, чтобы было удобнее фиксировать. КОНЕЦ Скорее всего, центральная вставка этого стола, наверное, не от него, потому как рисунок на ней отличается от основного, да и плюс ее заметно так согнуло, так что ее придется заменить на новый кусок ДСП. Изначально я хотел склеить шпон так, чтобы получился один рисунок на всю площадь стола, но, к сожалению, на поверхности шпона оказались некоторые проплешины, так что пришлось их вырезать и приклеивать так, как есть. Может, именно поэтому мне и особо не нравится работать со шпоном. Ну и в завершении осталось покрыть все маслом для мебели. В этот раз это масло от фирмы Живица. И есть один момент со шпоном, а именно дубовым шпоном. Он у нас пористый, так что я использую вот какой метод. Сначала я наношу небольшой слой масла и сразу же его зашлифовываю. Вся древесная дубовая пыль перемешивается с маслом и забивает все поры. Не знаю, насколько он правильный, но, как мне кажется, достаточно действенный. А, ну и, конечно, после высыхания наношу второй слой масла. Ну а на этом, наверное, все. Пишите в комментариях, как вам такая переделка и что скажете о такой конструкции подъема стола. И, как обычно, если видео вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!